Торжественная линейка в начале учебного года в Нижегородской сельхозакадемии традиция давняя, но забытая. Возрождение праздника знаний инициатива ректора вуза Александра Самоделкина. Он уверен, сейчас перед академией открываются большие перспективы. К слову, в этом году бюджетные места заполнены все, а будущих выпускников уже ждут в хозяйствах региона. Закрепляемость в этом году по сравнению с прошлым годом наших специалистов на селе и в сферах обслуживающих агропромышленный комплекс повысилась до 80% по сравнению с 40% с предыдущими годами. Это сказывается то, что повысился престиж аграрной специальности, повысился рейтинг самой академии. Хороших ветеринаров, агрономов, инженеров, механизаторов в своем штате хотели бы видеть, пожалуй, все предприятия агропромышленного комплекса. Условия для привлечения молодых специалистов создаются ежегодно. Где-то ставку делают на новую технику, а где-то и на жилищные условия для молодых кадров. Но что еще важнее, сами студенты готовы ехать на поля, чтобы развивать сельское хозяйство в области. Ну почему люди хотят стать космонавтами? Вот то же самое, хочется работать на земле. Ну в городе, ну не знаю, почему я в городе не хочу работать, мне хочется работать именно на земле. Именно лично мне, как инженеру, я хочу работать с техникой. Ну мы выезжали, хозяйства были хорошие. У них вся база, вся техника у них иностранная. То есть, ну все хорошо. В таких условиях, вот как тебе работать именно? Ой, с удовольствием работал в таких условиях, на шикарной технике. Сегодня в Нижегородской сельхозакадемии обучаются почти 7 тысяч студентов. Ежегодно около 700 молодых специалистов получают свою путевку в передовые хозяйства региона. Сергей Щеплягин, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ. Субтитры сделал DimaTorzok